Ну а вот жители Красноярского тракта пока еще не думают о денежной компенсации спасти бы дома и огороды. Все последние дни они практически в одиночку ведут борьбу против водной стихии. Запоздала реакция властей на просьбу о помощи уже ничего не решила. Два года назад там сделали новую дорогу, потратили миллионы рублей, а все это привело к чрезвычайной ситуации. Вода захлестнула Красноярский тракт 1 апреля. За считанные часы новая дорога ушла под воду. Жители частного сектора шутку природы не оценили и бросились за помощью. Но как всегда она оказалась запоздалой. Да и у чиновника выдался короткий рабочий день. Звонили первый раз в МЧС. МЧС соединилась с администрацией центрального округа. Центральный округ сказали, что заявку приняли. Но вода идет и идет и идет и идет. Никаких мер не предпринимается. Два рабочих как были, так и есть. Никто не едет, никто ничего не везет, никакой ни песок, ничего. Начали звонить снова и звонили бесчетный раз. Я даже не могу сказать, но в пределах 10-15 раз звонили. Только непосредственно в администрацию. Вот непосредственно в администрацию 20-09-90. И там, значит, отвечали, что вы выдумываете. У нас данные, что у вас бригады работают, у вас техника вся работает. Хотя техники никакой. Одна единственная машина была, в которой находились вот эти два рабочих. Мешки с песком – надежная преграда от затопления. Так считают в мэрии. Видимо, берегли вот как раз на такой случай. Ничего лучше придумать не смогли. Утопают в воде и люди, и машины. Никто не возместит нам ущерб, который мы понесли за весну. Весь город пострадал. Потому что сейчас СТО только единственные, кто мог заработать на этой ситуации. У них сейчас очередь на ремонт. И продавцы запчастей. Это, конечно, не сговор. Это просто, я бы сказал, анархия какая-то. Надо что-то менять. Менять уже ничего не будут. Два года назад здесь сделали капитальный ремонт дороги. Даже ливневку заменили, но уменьшили ее более чем в три раза. Экономия и безответственность привели к печальным последствиям. Раньше лежала тыщевка, труба. Как бы в воде было куда деваться. А после чего тыщевку похоронили, а положили новую трубу, трехсотку. Естественно, она с таким потоком воды не справляется. И вот результат. Результат халатности чиновников и строителей – затопленные дома по Красноярскому тракту. Многомиллионный проект реконструкции разрушается на глазах. Деньги омичей утекают в этот колодец, больше напоминающий унитаз. Талая вода смывает бюджеты всех уровней. Хуже всего тем, чьи дома оказались на первой береговой линии зоны подтопления. А как ночевали? Сидя на тубареточке ночевали. Вы сами заходили, видели, что там невозможно даже пройти. Как бы я там ночевала? Сидя. Сидели с бабушкой всю ночь. Спустя несколько дней ЧП удалось ликвидировать лишь частично. В этом мы убедились лично, вновь проехавшись по Красноярскому тракту. Два года назад здесь сделали новую дорогу. И тогда начались все беды местных жителей. А теперь, чтобы спасти эту улицу и эти дворы, пришлось как раз этот асфальт поднять. Люди переживают, что эта яма так и останется теперь надолго открытой. Несмотря на просьбы жителей частного сектора, дорогу для движения транспорта все же открыли. А люди с опасением ждут новой волны. Синоптики обещают дожди. Константин Ткачев, Юрий Дорошенко, Абком ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...